Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток-машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ребята, всем привет! Долгожданный день Икс настал. Мы завтра, Артёмка, куда едем? На море! На море, правильно! Значит, наш путь из Москвы до моря вы увидите уже непосредственно в следующем выпуске, правильно? А сегодня мы вам хотим показать по моему запросу, который я опубликовал в некоторых видео. Он состоял в следующем, что мы берем с собой в автопутешествии. Тём, подожди, пожалуйста, смотри, может упасть. Также в Инстаграме я проводил опросы, и люди поддержали и сказали, что да, действительно, сделай с ними. Вот мой Инстаграм, ссылочка еще будет в описании. Если интересно, обязательно подписывайтесь. Так вот, сегодня я вам просто покажу, что мы берем. В том году, когда мы ехали, кто не смотрел, посмотрите. Вот здесь будет подсказка видео, и ссылочка будет в описании. Машина у нас, подождите, Тём, машина у нас была вообще битком, битком под потолок, потому что мы ехали на некое ПМЖ, но потом мы поняли, что мы слишком засиделись, и начали путешествовать прям обильно-обильно, меняя место жительства, и сменили 13 мест жительства. Наверное, там будет правильно сказать. В этом году... Артём, пожалуйста. В этом году будет, скорее всего, больше мест жительства. Ну, посмотрим, как в связи с этой ситуацией, с этим вирусом. Мы в этом году берем мало вещей. Вот есть чемодан самый большой, это, конечно же, чемодан Настеньки. Рюкзак мой здесь полностью, вся моя техника, все сюда убирается. Единственное, не убирается клавиатура для компьютера, но это будет просто в пакете. Зелёный пакет, это мой пакет. Также у пацанов будет каждому по пакету, и, наверное, что-то ещё мы пока не собрали, потому что всё это ещё никак не вышло от нашего главного героя Настеньки из прачки. Вот. Тёмка, ты что с собой берёшь? Там игрушки. Тёмка берёт в портфеле, и Родион также берёт первое необходимое с собой в портфеле, и ещё пакет с игрушками. В таком случае мы должны взять... Что там? Альбом, фломастеры, горловонка, куаски, часы, умни, трикс, и трусы плавочные. Вот, самое главное, трусы плавочные. Вот. А Родион по прошарению, он просто... Я ему дал вот такую корзину, и он туда всё запихал. Артём, убирай руку. Ничто не делай. Вплоть, вплоть до своих труселей. Вот, у него всё здесь. Он такой, Артёмка по фаншуи всё по полочкам разложит, а Родион всё сюда. Смолил. Так, в том году мы брали с собой кофемашину, и мы поняли, что это немножко габаритное и геморройное. Поэтому в этом году мы просто взяли турку и будем варить кофе на костре, на газу. Да? Можно? Держи. Вот она. Вот, а ещё мы недавно купили себе вот такой стол. Там в комплекте идёт четыре стула, плюс есть сетка такая под столом. Мы купили специальные вещи, танки и самолётики. Да. Вот, стол регулируется ещё по высоте. В общем, подпишитесь на Инстаграм, там быстрые есть обзоры и, в принципе, вот путешествия тоже они будут быстро на канале, и это будет выпуска. Всё. Мы как остановимся в каком-то кемпинге, я обязательно в выпуске покажу про этот стол более подробно, так как про него ничего не снимал. Вот, сейчас поедем, а, вот, самое-то основное, еда-то, еду-то мы с собой же берём. Вот, ещё у нас будет небольшая... Да, пап, самое главное, это еду надо взять, потому что тут мы можем купить еду, мы можем купить... Правильно, а дай мне вот эту свою корзинку. Какую? Вот эту. Дай, пожалуйста. Ну, дай, дай, пожалуйста. А зачем она? В общем, в том году мы ещё брали с собой аптечку, там был такой пластмассовый огромный ящик, но нам это не пригодилось. Поэтому мы думаем, вот это мы всё куда-нибудь высыпем, да, Артём? Нет! Пожалуйста. Нет. В общем, короче, мы что-нибудь придумаем, либо купим такой же маленький ящик и возьмём маленькую же непосредственно аптечку, чтобы была на всякий случай. Ладно, берите. Ладно, берим. Ладно, берём. Вот. И, конечно же, у нас будет несколько, наверное, пакетов. Ну, тёмно. Я просто тёмно. Несколько пакетов или что, или сумок. Оператор, что у нас будет? А для чего? Для еды. Какие-то, понимаете, пакеты. Вот. Короче, пакеты будут с едой тоже. Возьмём, что у нас тут дома есть, что, так сказать. Всё не исчезло, испарилось физически. А можно я с тобой в гараж поеду? Партнёр, партнёр по видео, ты что не говоришь, чтобы мы в гараж приехали? Да. Не приезжай. Не приезжай. На тринадцатый наш гараж. На тринадцатый наш гараж? На, держи, Тём. Вот так вот. А я тоже буду. О, дядя, дай мне. Она же снимает, пацаны. Что? Она же снимает. Не снимает? Так, оператором сегодня... Папа, почему он оператор? Что? А ты подними по-вышествуешь. А ты потому что со мной рассказываешь, ты в кадре. А мама ты снимешь, Родион? Так, подходи. А мама. Ну что, вторая часть из гаража. Вот мы всё сложили. Вот так это выглядит, то, что мы с собой берём. Ну и давайте начинать по порядку. Итак, так как сильная жара, берём вот такую штуку. Она, кстати, вот в том году у нас не было такого. А что это такое? Это на лобовое стекло вот так вот натягивается и отражает солнце. Вот. В этом году у нас она будет, поэтому нам будет не так жарко просыпаться на рассвете, если будем спать в машине. Закидываем. Далее. Вот в том году покупали вот эту очень важную вещь. Это преобразователь, розетка. Вот так вот выглядит. Если кому-то нужно, вот фирма. Ни разу не пожалел, что купил. Заряжает очень хорошо, причём сразу одновременно несколько устройств. Главное, что аккумулятор был хороший. Потому что в том году аккумулятор у нас помер в кемпинге. Далее. Папа, зачем тебе два таких? Надо мне так, Тём. Тём не? Далее. В том году я заехал на Красной Поляне поменять масло. И вы не поверите, но мне меняли масло три часа. Потому что у них не было вот такой штуки снять мой фильтр. Поэтому они там думали-думали. В итоге по старинке накрутили цепь, отвертка снимали. Поэтому теперь всегда я вожу с собой. Вдруг, мало ли, купил специально. Рекомендую. У нас почему-то нет топора, но у нас есть пила. Поэтому берём только пилу. Я думаю, мы и без топора обойдёмся. А где камера? Как вы думаете? Камера меня снимает, Артём? А, а тать у меня тоже есть пила. А где камера? Так. Артёма тоже есть пила. Далее. Мы в том году покупали в Сочи зонтик. Он у нас, в принципе, сохранился в хорошем состоянии. Его тоже обязательно берём с собой. Плитку обязательно брать, чтобы чай валили. Артём, подожди. Да. О, как нагрелся, но солнце лежало. Мин, пап, я тоже хочу. Да, ты будешь мне подавать. В том году мы покупали газовую плитку. Она самая обычная. Вот она вообще выглядит такая маленькая. С лепестками. Подключается сюда. Подавай тебе. Сейчас, подожди, подожди, я буду говорить. Обычный газовый баллон, соответственно, перед поездкой нам надо купить упаковку баллона. Надо вот записать нас, это мы можем забыть. И потом... А в Крыму они дороже, там, по-моему, по 150 рублей баллон стоит. Здесь можно за 70 найти. Берём. Вот, на днях купил. Нам в том году не хватало в кемпинге. Это белевая верёвка. Натянул, вещи посушил. Либо Наску привязал, чтобы она никуда не бегала. Соответственно, мы любим еду на углях, на костре. Берём обязательно рожек. Это прям очень нужно. Хотя бы один, но он у нас просто есть. Решётка тоже. Мы, кстати, пользуемся ей не так часто. И в том году мы купили вот такой адекватный мангал в чехле. Взяли в пятёрочке, купили шампурики. Ещё один, да, нам надо? Это в спортмастере, а про шампура я говорю. Вот шампура там и пятёрочки покупали. Так, дальше. Тём, не закидывайте мне, пожалуйста. Далее. У нас есть детский бассейн, он где-то пропускает. Но, тем не менее, вот когда мы были в Адлере, спасал. Нужен он вам точно? Берём? Он вам не нужен? Нет. Да, конечно, нужен. Нужен, нужен мне. Я тут нашёл в гараже дополнительную сумку. Мне укладки не нужны, потому что я уже не нужен. Хорошо. Дополнительную сумку. Её тоже возьмём, скорее всего, где-то дома. Нам сейчас она пригодится. А я тоже так умею. Что касается костра, вот у нас есть остатки угля. Соответственно, мы их тоже-тоже возьмём. Крым. 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 Так. Крым. Далее. Конечно же, наша палатка. Вот фирма. Вот такой же у нас стол. Она маленькая, в ней просто спать. Там нет какой-то там предбанника и так далее. Но нам этого хватает. Она очень быстро раскидывается буквально. Вот, посмотрим в этом году как. Буквально за пять минут. Вот. Папа, это бабушкина? Далее. Так как мы едем, так сказать, в Крым бомжевать, кемпинговать, у нас есть очень давно и старенький такой шатёр. Но его основание... Подожди, пожалуйста. Очень прошу тебя. Его основание, там такие палки металлические. Они очень тяжёлые и очень длинные. Соответственно, мы приняли решение просто взять от него тент. И в случае дождя мы с помощью верёвки его растянем над машиной. Либо сделаем кухню. Берём, короче, только тент. Он очень лёгкий и компактный. Даже можно какая-то как подушка использовать. Ну-ка, Тёма, облокотись. Как подушка будет мягко? Как подушка будет. Да, подушка. Да тент это растягивать. Я же только что вот говорил, ребята. Далее. И самое... Потом объясню. А далее у нас с недавних пор, нам тут его отдали, мы его не покупали, это туалет. Соответственно, когда мы остановимся в первом кемпинге, мы тоже покажем, но это дико чего не хватает. Это одноместная палатка. Есть одноместная палатка, а есть непосредственно туалет-душ. Но она как перегрева. Вот это туалет-душ, это не одноместная палатка. Вот, это просто такая... Вот, короче, вот так она выглядит, но в кемпинге покажем, поэтому подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Вот, и к нему ещё бросаем... Горшок. Горшок, правильно, но это не горшок. Кстати, Родион, твой горшок надо бы забыть. Обычный маленький, маленький туалетик. Тоже очень важная вещь. То есть вопросы... Я хочу большого туалета. С туалетом где-то остановиться и нагадить уже нету. Всё, быстро раскрыл, быстро. Ладно. Вот, и наш ковёр-самолёт. Мы его тоже пока берём. Такой он потрёпанный. Вот мы в том году его покупали, но тем не менее, я думаю, пока мы не купили... Пока мы не купили новый, я думаю, его стоит взять. Ну, собственно, всё. Вот у нас машина вот так забита. Сюда встанет ещё чемодан. Но это будет более компактно, конечно, всё разложено. Это я сейчас всё так накидал. Сейчас я вам покажу. И да, кстати, ещё, так как мы думаем, где-то мы будем обязательно спать непосредственно в машине. Машина здесь раскладывается. Тоже потом покажем в дальнейшем в выпусках, как здесь прекрасно всё раскладывается. Полноценный диван 2 на 1,5 где-то. Вот. Вот так вот сейчас это всё упаковано. Ну, здесь чемоданы, сумки ещё встанут. И я думаю, она как раз будет забита. Ну, наверное, вот по... О, господи, забыл слово. По сидушке. Вот. Ну, собственно, всё. Да, ещё 2 самоката для пацанов будет. Уже полмашины. Ну, не полмашины. Да это всё компактно уберётся. Ещё там... У меня здесь, короче, ещё есть ниша. Тоже вам потом в дальнейшем покажу. Туда тоже много что уберётся. В общем, ребята, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я думаю, это будет прям очень-очень интересное приключение, которое мы задумали. Я на это надеюсь. Единственное, что в Крыму нас сейчас может пугнуть, это аномально сильная жара. Но ничего. Мы всегда можем охладиться первое в море, конечно, которое сейчас очень-очень тёплое. И завести машину. У нас тут климат-контроль охладится. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, вопросов не должно возникнуть. Дорогу покажем в следующем выпуске. И дальше планируем, что будут выпуски выходить непосредственно. Мы остановились на каком-то месте. Вместе с вами посмотрим, покажем, расскажем, как что. Близи окраины полетаем на квадрокоптере, покажем пляжи и так далее и тому подобное. В общем, до встречи в новом выпуске. Пока. Пацаны, до встречи. Подписывайтесь на наш канал. Подушевствуйтесь вместе с нами. Да.